Если бы ты был в СМИ, американскими СМИ, я бы сказал тебе нет. Твой отец приехал из Кубы, и у него ничего не было, правильно? Огромное колесо от трактора. Он взял очень большое колесо и положил внутрь вещи необходимые. И сделал из этого всего плод. Джон Джонс – одно из самых громких имен в мире спорта во многих смыслах. Никто не забудет твой удар коленом в прыжке. Это был рекорд. Мне то же самое, я хочу последовать за ним, знать, чем питается чемпион. Я знаком с Юэлем лет 8-9, даже около 10 лет. Поэтому я уважаю Нейта. Усман сказал нет, и это было самое большое событие года. Колби сказал нет, Нейт сказал да. Я вырос на улице. Мой отец – кубинский иммигрант. И я в детстве не ел ничего слаще паренной репки. Я все поставил на кон, когда оставил школу. Я умею хорошо драться и ставить на место клоунов. Меня не зря называют «Уличный Иисус». Потому что из любого плохого парня я сделаю паиньку. Я покрещу его, и он станет тещиным зверьком. Для нас очень важно взять у тебя интервью. Потому что ты очень близок к русским по характеру. Твое поведение практически такое же, понимаешь? Да, я слышал об этом пару раз. Я очень хорошо вожу с русскими. Нам близок твой дух. После боя с, вроде, Нейтом Диезом, тебя провоцировал один парень. Леон Эдвардс. А, да, да, точно. Только это было после боя с Дарреном Тилом. С Дарреном Тилом, точно. Ты знаешь, этот идиот пришел... На самом деле это нормальная реакция для мужчины. Абсолютно нормальная реакция. Этот тип фальшивка. Ну что ты делаешь? Зачем ты прерываешь мое интервью? Ты в своем уме. И он долго занимался этой фигней. И я ударил его. Знаешь, что самое интересное? Твой бэкграунд. Ты начинал практически с нуля. Перед тем, как оказаться в UFC, ты выступал на профессиональном уровне. Десять лет. Это долгий путь. И перед этим ты дрался еще. Я имею в виду уличные настоящие бои. Правильно? Да, правильно. Поэтому тебя называют уличным Иисусом. Когда у тебя волосы? Когда волосы распущены. Да, с распущенными волосами ты выглядишь как... Смотри, там, кстати, есть диетические бургеры. Отлично, погнали. Простое место. Я не знаю, какие сейчас рестораны открыты. Но я знаю место, которое работает. Это диетические бургеры. Ты сейчас наверняка придерживаешься какой-то диеты. Ну, так. Знаешь, наполовину. Я ем по-крупному, наверное, один или два раза в день. И все. Мне не надо много. На завтрак у меня кофе и хлеб, и все. И я не ел с 7 часов вечера вчера. Вчера? Да, вчера. Когда я просыпаюсь, у меня небольшой перекус. Часов в 10-11 утра перед тренировкой. Я не люблю слишком много есть перед тренировкой. И сейчас у меня основной прием пищи. Могу съесть два гамбургера. Чтобы я сейчас не ел, я съем много. Подкреплюсь, затем пойду в зал на тренировку, чтобы потом уже не есть. Странная тема, да? Если хочешь, вот вода, Red Bull без сахара. О, спасибо, бро. А смотри, ты чувствуешь разницу? Когда ты был простым парнем, и никто о тебе не знал. Или даже знал кто-то. Или даже многие люди знали тебя, но ты все еще не был звездой. И сейчас ты настоящая звезда в ММА. Если посмотреть, то даже Трамп за тобой следит. Дуэйн Джонсон приходит на твои бои. И многие другие люди. И из-за тебя даже пришлось задержать бойкова Лев Канелла. Отношение людей изменилось, когда ты стал известный? Очень сильно. Я мог ходить в супермаркет в моем городе два года назад. И кто-нибудь меня там узнавал и говорил, «О, Масс Видаль. Одна, может, две фотографии». Сейчас, если я иду в магазин, и я больше не хожу в магазин, я покупаю все в интернете. Я замечаю это, я стал известней. Я больше не могу сходить в магазин. Это самый большой показатель. Мне приходится делать все покупки онлайн. Мы все теперь покупаем в интернете. Очень интересно. Ты, наверное, ощущаешь, что когда ты не был настолько известен, ты мог попросить кого-нибудь помощи, и они отказывались. Со мной было то же самое. А, да. Да, да. Со мной то же самое произошло. Но когда ты становишься немного богаче, более известным, более статусным, да, и сейчас, если ты попросишь того же парня помочь, он тут как тут. Такая же тема про девушек. Ты рассказываешь шутку, и они реагировали так себе. А сейчас, когда есть деньги, я рассказываю шутку, и девушки начинают «Ха-ха-ха-ха-ха». Ну нахуй. А какая ситуация у тебя с семьей? Я живу со своим отцом, а отец живет рядом со мной. Я очень близок к своим родителям. У меня большая семья, но я не общаюсь тесно со всеми. Мой круг общения не такой уж большой. У меня так устроено, что я концентрируюсь на боях. И на себе, и на своих детях. У меня два ребенка. Моему сыну 5 лет, дочке 11. Это и есть моя семья. Моя мама, мой папа, мои дети. Ты сейчас женат? Не, у меня нет жены. Так легче для боев, понимаешь? Когда ты в отношениях, тебе нужно думать о другом человеке. А в спорте тебе нужно быть очень эгоистичным. Этот спорт очень эгоистичный, и он обо мне. Мне и о том, как я себя чувствую. Если я прихожу из зала, и не хочу идти в кино, то я не пойду смотреть фильм. Я останусь дома. Буду есть, отдыхать, спать, снова возвращаться в зал. Это очень эгоистичный спорт. Да, конечно. И находясь в отношениях, чтобы они были в порядке, ты должен быть готовым много делать для другого человека. Это не про меня. Я буду делать только то, что для себя и для победы. И точка. Хорошо, знаешь как? Когда удается найти женщину, которая понимает тебя, и она тебе помогает. Это то же самое. Это тяжело, знаешь. Найти женщину, которая будет мне помогать. На самом деле нет, поверь. Мы можем тебе найти классную русскую невесту. Ага, если я буду драться в России. Красивую, умную, которая всегда будет тебя слушать. Для моих российских фанатов, для девушек, русских подруг, у меня есть жена. Когда я говорю что-то, она никогда со мной не спорит. Она может сказать, «Посмотри, Дима, может быть лучше сделать вот так, а может быть лучше так, как ты думаешь?» Она всегда меня спрашивает, «Это нормально, когда так?» «Классно, что ты можешь прийти домой, она там что-то приготовит и так далее. Но есть другое время, когда бой. Скажем, если бы у меня была девушка, во время подготовки к бою, я бы отстранился от нее и от многих других вещей. Из-за моего спорта, из-за того, кем я являюсь сейчас, мне нужно быть очень открытым, разговорчивым. Я не хочу быть грубым, но я очень сконцентрирован на себе. Если кто-то со мной не разговаривает, я не начну разговор. Особенно, если дело близится к бою. И я стараюсь быть в себе. У тебя может быть девушка, которая тебе помогает, сильная женщина, которая делает твою жизнь лучше. Но для меня лучше отстраниться от всех, быть в одиночестве. Это самое лучшее для меня. Да, с тех пор, как ты стал знаменит, тебе, скорее всего, будет важнее найти настоящую девушку. Да, конечно, это так. Которая была бы честна с тобой. Да, с друзьями и остальными людьми все по-другому. Именно поэтому тебе нужна русская невеста, поверь мне. Мы об этом поговорим позже. Сделаем тур в Россию. Да, российские туры — это отлично. Вернемся к этому позже. Я большой фанат, кстати, русской культуры. Смотри. Точно. Мы с этого начали. Ты очень похож на русского. У нас тяжелая жизнь. Очень тяжелая. Почти у половины людей нет денег. Есть какие-то трудности, даже чтобы попасть в университет, в школу, как у тебя. Я читал твою биографию о твоем прошлом, о детстве. Твой отец приехал из Кубы, и у него ничего не было, правильно? Никаких документов. Он совершил побег от коммунистического правительства на Кубе. Мой отец — очень сильный человек. Ему было 40 лет, когда он вышел в открытое море. Он сделал, знаешь, трактор. Да, конечно. Огромное колесо от трактора. Он взял очень большое колесо и положил внутрь вещи необходимые. И сделал из этого всего плод. Это невообразимо. Как долго он плыл на нем? Пять дней в море. Пять дней. На второй день морская вода испортила его питьевую воду, и он больше не мог пить. Мой отец был близок к смерти, когда его нашли. Он высадился на Багамах, и оттуда его отправили в Соединенные Штаты. Мой отец такой же, как и я, и поэтому он совершил побег. Мы против социализма, мы против коммунизма. Мой отец больше не мог там оставаться, чтобы кто-то говорил ему, как делать, как жить. Поэтому он совершил побег. Я из страны с коммунистическим прошлым. Ну да, это жестко. Да, жестко. Коммунизм — это очень жестко. Да, безусловно. Даже когда тебе запрещают пользоваться интернетом и всем остальным. Они скажут, что тебе делать, где работать, сколько денег ты можешь зарабатывать. Я не думаю, что это честно. Очень маленький процент людей контролирует, кто и чем занимается. Я не знаю точно, какая система в России. Система была в целом такая же, как и на Кубе. Окей, а сейчас? Не, я знаю, что раньше там так было, потому что Куба заимствовала. Фидель заимствовал идеологию от российских лидеров. Поэтому у них так много связей с Россией. Это оказало большое влияние. Ты знаешь, что случилось? Мы выросли при коммунизме. Мы получали знания там. При коммунизме были некоторые хорошие вещи. Нас обучали доброте. Люди были... Мы почти доехали. Люди были действительно добрыми, и их поведение было очень хорошим. Люди были действительно добрыми, и их поведение было очень хорошим. Никто не крал, не оскорблял друг друга. Люди были более образованы, это безусловно. Но границы были полностью закрыты. Если бы границы были открыты, может быть, никто бы и не хотел разрушить коммунизм. Что же с нами случилось? Мы хотели... Мы слышали о демократии, так? Конечно, можно сделать разные фильмы. Демократия. Смотри, там везде свобода. Свободные женщины и мужчины. Ты можешь жить где хочешь, как хочешь. Можешь учиться, говорить. Можешь пересекать границу, путешествовать. Можешь быть бездомным, и ничего с тобой не случится. Да, мы в это поверили. Но люди, которые пришли в правительство, они обещали все это сделать, но они поступили по-другому. Да, это происходит, когда социализм и коммунизм, они говорят одно, а когда получают власть, они делают, что хотят. Да. Да, и сейчас мы между коммунизмом и демократией. Мы застряли где-то посередине. Я покупал несколько дней назад. Маска не нужна? Да, вроде нет. Да, там люди без масок. Ты что будешь? Давайте, он настоящий. Вы вдвоем? Да, да, мы вместе. Мне, пожалуйста, CEO... Это все? Сколько в нем унций? Сколько унций? Да, в мясе, чтобы я знал. Лучше взять два. Два? Хорошо, только один мясной и один вегетарианский. Мне то же самое, я хочу последовать за ним, знать, чем питается чемпион. Подожди, мне нужно проверить. Что ты пьешь? Воду. Воду, не газировку? Я пью газировку, но когда она в стеклянной бутылке. Мне так нравится. Вкус немного другой, понимаешь? Не очень люблю из автомата. Как по мне, вкус там не очень. Окей, людям будет это интересно. Вау, лучше, чем мороженое. Возьму молочный коктейль. Давай. Итак, это 3,75 унций. Отлично. Да, хорошо. Тогда два и два молочных коктейля. Посчитайте вместе, я плачу. А вы будете снимать в ресторане? Нет, нет, мы пойдем на улицу. Можно мне еще воды? Да, мне воды, пожалуйста. Или стакан. А мне то же самое. А мне то же самое. Стакан только для колы. Не, не. Не, мне бургер большой. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Я извиняюсь, коловая диета. Она хуже. Возьми обычную колу. Диетическое с искусственным сахаром, мужик. Правда? Искусственный сахар это плохо. Ну, смотри, я не хочу спорить с чемпионом. Давай возьмем настоящую. Настоящую. Настоящая кола, мужик. Настоящая кола. Вот, вишневая. Не знаю, она тебе понравится или нет. Ну, в другой раз попробуй другую. Хорхе, ты знаешь, на самом деле это впечатляюще. Это в очередной раз доказывает, что ты простой парень. Я не имею в виду, что ты ничего из себя не представляешь. А то, что ты очень чистый и открытый. Очень открытый. Я тренировался в Американ Топ Тим. Я подошел к тебе и спросил, Хорхе, возможно ли записать с тобой интервью? Да, конечно, без проблем. Огромная честь для меня. Никогда этого не забуду. Если бы ты был в СМИ, американскими СМИ, я бы сказал тебе нет. Когда я прихожу в зал, я этого не делаю, потому что зал — это моя работа. Это Кремль. Это крепость. Место моего покоя. Я не люблю давать интервью в зале. СМИ знают, что им не стоит приходить в зал, но ты тренируешься, дерешься. Я видел тебя с моим другом Андреем. Я знаю, что ты хороший парень. Спасибо большое. СМИ — это другое дело. Совсем другое дело. СМИ — я не очень сильно это люблю. Они занимаются другим делом. Они делают на мне деньги и не передают слова, которые я хочу сказать. Они редактируют видео, спрашивают меня, я отвечаю. И они меняют слова, ставят в заголовках все, что хотят, чтобы получить больше кликов. Я не люблю эти игры. Не люблю медиа. Это основная причина, почему я там не появляюсь так часто. Я тебя понял. Наслаждайся обедом. Послушай, Нейт Диас почти, я не знаю его лично, но мне кажется, что он тоже плохой парень. Кто? Нейт Диас. Нейт? Плохой парень? Ну да. В каком плане? Ну он, или по крайней мере, хочет выглядеть плохим парнем. Он крутой парень. Я знаю его уже долго. Хотя и не так много лично. Не знаю, такой ли он в жизни или нет, но он клевый. Прикольный тип. В связи с этим я хотел спросить у тебя. Ты с ним в хороших отношениях после того боя? Я никогда не был ни в хороших, ни в плохих отношениях с ним. Это просто боец. Обычный парень, которого я бью в лицо. Но я испытываю огромное уважение по отношению к нему. Мне нравится, как он дерется, как себя преподносит и что он сделал в UFC. И лично я его уважаю. Ну а так, в целом, мы просто бойцы. Как-то без разницы. Знаешь, в чем сходство между вами? Вы не играете ролей. Ты настоящий. Ты это, ты... Мне кажется, что на камеру он такой же, как и ты без камер. Правильно? Да. Ну, как и ты. А, например, Колби Комингтон, он... Не, он другой. Да, да, он другой. Когда камера включена, это одно. А когда он увидит меня, он убежит, сядет в машину и позвонит в полицию. Он уже так делал раньше. Вызывал полицию в ситуации с Вердумом, другими бойцами. Он звонил в полицию, когда мы были рядом с залом. Садился в тачку и звонил в полицию, понимаешь? Когда он оказывается перед камерами, с девчонками, он сидит с девчонками и говорит, что подерется с тем и с другим. Есть грань, понимаешь? Хочешь сниматься в фильме? Давай, иди и делай это. Но если ты боец, ты не можешь так поступать. Ты должен подраться. Должен подраться. Это не какое-то кино. Но ты близко общался с ним? Мы очень давно дружили с ним. Он спал на моем диване. Он выпустился из колледжа, и у него не было бабок. Рука была сломана. Я разрешил ему остаться у меня несколько месяцев. Он стал известным и начал оскорблять людей. Основная проблема в том, что у нас был общий тренер. Это был мой тренер с детства. Но он не платил тренеру, когда выигрывал бои. Он не платил ни цента. И после этого я сказал, да, пошел ты. Мы не будем общаться после такого. Единственный способ все исправить, это заплатить ему с процентами. Когда он так поступил с моим тренером, я разорвал с ним все отношения. Знаешь, возможно, он плохо кончит. Если ты не ценишь людей, не уважаешь их, не делишься своим доходом, ты должен уважать своих людей, их время. Он спит в твоей кровати, ты принимаешь его в свой дом. Они с Джоном Джонсом были очень хорошими друзьями в колледже. Они были вместе в одном колледже. Как только у него появилась возможность плохо отозваться о Джоне Джонсе, он это сделал. Джон Джонс – одно из самых громких имен в мире спорта во многих смыслах. Если будешь говорить о Джоне Джонсе много плохого, много людей услышат об этом, тебя заметят. Известность в плохом смысле этого слова. Так бывает. Он говорит обо мне и становится более знаменитым в плохом ключе. Я хочу, чтобы мои дела говорили за меня. Я хочу драться, чтобы люди сами знали, кто лучше. Я не хочу говорить, что этот человек дерьмо, тот человек дерьмо, он отстой, а я самый лучший. Нет, я хочу пойти и сделать, чтобы люди сами решили, кто я есть. Да. Это не мой метод маркетинга, говорить ты дерьмо. Это плохая пропаганда, на мой взгляд. Особенно для подрастающего поколения, которое все это видит. Подумай о русских детях, которые видят такого идиота и думают, что ты обязан заниматься этим же, чтобы попасть в UFC. Ты не должен этого делать. Мне кажется, что фанаты к этому относятся по-другому. Но СМИ, вместо того, чтобы сказать, что это шлак и мусор, СМИ продолжают подогревать и продвигать это. Этот мусорный контент, он распространяется, вместо того, чтобы сказать «нет». Этот парень только и делает, что сфабриковывает материалы, лжет. Он как политик, понимаешь? Да, конечно. Он говорил что-то, чтобы получить бой с тобой, не так ли? Это было бы тебе интересно? Не. У него была сломана челюсть, и он убегал с арены. Он не будет драться ни против меня, ни против кого-то еще. Ну, тебе это не интересно, правильно? Ты с ним покончил? Для меня интересно драться с тем, кто обладает поясом. Ну, давай, сделай что-нибудь. Ты пришел потрепаться, как сучка. Пока только одни разговоры. Я только думал. Гипс наделал. Что ты думал? Да ты и не хочешь, чтобы я подходил. Тебя вон отталкивает, мать твою. Да тебе повезло, что у тебя гипс, сучка. Зачем драться с номером 3 или 4, когда я могу подраться с чемпионом? Да, конечно. Самое крутое, что может произойти в ближайшем будущем, это твой бой за титул, правильно? Это то, что нам обещано. Перед боем с Беном Аскрином мне сказали, подери с Беном Аскрином. Никто не хочет с ним драться. Я сказал, а мне с этого что? У него один бой в UFC, а я дрался в UFC с многими. Я только что победил Даррена Тила. Он был третьим номером. Я был на 11-й строчке. Это подняло меня на четвертую позицию. Бен Аскрин номер 5. Мне сказали, если ты выиграешь Бена, потому что они не думали, что я могу его выиграть, мы дадим тебе титульный бой. Но почему ты всегда такой злой? Почему ты так по злому на меня смотришь? Ты хочешь казаться злым засранцем? А почему я должен смотреть на тебя иначе? Я не хочу казаться. Я просто тебя поломаю. Да, жду не дождусь, чтобы поломать тебя, мудак. Смотри мне в глаза, когда со мной разговариваешь. Мы подпишем контракт. Я сказал, хорошо. Я подрался с Беном и выиграл. Должен был быть бой за титул. Они предложили Усману драться со мной в Нью-Йорке, потому что Колби не мог. Я не должен был драться в Нью-Йорке с Нейтом Диазом. Они спросили меня, буду ли я драться с Усманом в Нью-Йорке. Я ответил, да. Они позвонили Усману. Ты хочешь бой с Хорхе? Нет. Он ответил, нет. Они позвонили Нейт Диазу. Ты хочешь подраться с Хорхе? Да, когда? Нью-Йорк, ноябрь 2019. Ты можешь? Ладно, я сделаю это. Вот так, мужик, и прошел бой. Он мужик. Да, он мужик. Поэтому я уважаю Нейта. Усман сказал нет. И это было самое большое событие года. Колби сказал нет. Нейт сказал да. Мы приняли бой, и бой состоялся. Знаешь, это было два крутых боя против Бена Аскрина и Нейта Диаза. Никто не забудет твой удар коленом в прыжке. Это был рекорд. Это самый быстрый бой. Это было реально впечатляюще. Я видел некоторые твои прошлые бои. Ты уже пробовал такое. Много раз ты пробовал этот удар коленом, правильно? Да, удар коленом в прыжке. Отличное оружие в моем арсенале. Я использую его уже давно. Здесь нет покрытия на локте или колене. Нет перчаток, ничего. Огромное воздействие. Когда ты только начинал драться, так? На улицах. Ты верил в то, что однажды окажешься в мейн-ивенте UFC? Ты верил, что выйдешь на такой высокий уровень? Да, я верил в это с тех времен, когда спал в залах, в машинах. В самые худшие и лучшие времена моей жизни я верил, что я буду здесь. По-другому не могло и быть. Я так сильно вкладывался в это дело. Когда я дрался на улице, я осознавал, что это только сейчас. В тот момент, в то время. Я не собирался этим заниматься всю жизнь. Я набирался там опыта. Стать лучше в боях и перейти на следующий уровень. Я знал, что не буду уличным бойцом и хотел стать лучшим в мире. А лучшие в мире дерутся в UFC и защищают титул. А почему ты спал в машине или в зале? Когда ты дерешься, очень сложно. Особенно, когда я начинал. 16 лет назад у меня не было бабок. Все зависит от того, чего ты хочешь. Я не мог уметь работу и потом тренироваться. 8 часов в день. Я не мог так делать. У меня были работы, но меня с них увольняли. Я опаздывал, приходил уставшим. Моя башка не была занята работой. Я хотел достать какие-то деньги, только чтобы поесть, заплатить за дом и пойти дальше тренироваться. Это все, что меня заботило. Каждое препятствие, с которым я сталкивался, всего лишь небольшое препятствие, которое нужно перепрыгнуть и бежать навстречу к моей цели. Это то, что я делал всегда. Люди имеют классную одежду и тратят деньги в ночных клубах, но мне плевать на это. Я иду в зал, чтобы становиться лучше. Я тоже преследую какие-то цели, но это не было для меня в приоритете. В приоритете для меня было выступать, драться, без разницы, где я буду спать и что жрать. Каждый день я питался дешевой едой, но я шел в зал, чтобы становиться лучше. Смотри, я это понял. Ты преследовал свои цели, чтобы стать чемпионом. Но ты проиграл два боя подряд. Были ли у тебя когда-нибудь сомнения, где-то внутри тебя, что, может быть, ты этого не достигнешь? Что-нибудь случится, что, может, ты остановишься и останешься без контракта? Или что-то вроде этого? Ведь это действительно тяжело. Это огромное давление. Были бои, которые меня действительно беспокоили, когда мне казалось, что я выиграл, но меня ограбили. Я ехал драться с кем-то и в их родном городе, с кем-то из Нью-Йорка, в Лондоне. Да, точно. Бывает такое. В UFC у меня больше всего поражений раздельными решениями. У меня их четыре. Они могли завершиться как так, так и по-другому. Но меня это очень тревожило. Я сказал себе, даже если я выиграю, преимущество совсем небольшое. Почему? Мне нужно что-то поменять, что-то сделать. Я взял перерыв в один год. Я хочу вернуться и сделать так, что между мной и соперником был такой разрыв, чтобы меня невозможно было обокрасть. Я буду уничтожать их. Буду их нокаутировать. Я не хотел, чтобы это продолжалось. Когда я проиграл второй бой Томпсону, я был опустошен. Я взял большой перерыв подготовить свое тело. У меня было много травм. Я восстановился и усилил свое сознание. Когда я вернулся, я сказал, кого бы вы мне не поставили передо мной, я отправлю его спать. Больше нет никаких судей. И это легче сказать, чем сделать. Это прекрасный пример для тех, у кого проблемы с бойцовской карьерой. Возможно, это мотивация вернуться и снова начать тренировки. Это касается вообще всех. Речь не только о боях. Будь это теннис, работа в онлайне или обычная работа. Ты должен... Допустим, что вот это путь к бою. Затитул. Здесь зал. Правильное питание. Но люди делают вот так, вот так. Они хотят крутую тачку. Потом идут делать что-то, чтобы получить эту тачку. Занимаются какими-то вещами в телефоне. Сидят в инстаграме и социальных сетях. Разве делает тебя это лучшим бойцом? Некоторых может и делать. Но если что-то не делает вклад в мою цель, я этим не занимаюсь. Я не делаю многих вещей. Некоторые люди хороши в этом. Они могут готовить, болтать по телефону, убираться, делать дела и многие вещи, которые они хотят. Я нет. Я могу делать только одно дело. Я стараюсь сфокусироваться на одном. На боях. И может поэтому ты не хочешь, чтобы в твоей жизни появилась какая-то роскошь. Бентли или Роллс-Ройс. Ты уже зарабатываешь хорошие деньги. Да, у меня достаточно бабок. Я могу позволить себе многое. У меня хороший дом и семья в безопасности. И это, знаешь, для меня главное. Машина для меня хороша, если она хорошо работает, едет. Мне этого достаточно. Кто-то может и хочет, но я не хочу тратить свои деньги на тачки. Я слишком тяжело работаю, чтобы тратить деньги вот так на машины. Знаешь, в чем разница между Россией и Америкой? Здесь никого не волнует, на чем ты ездишь. Никому нет дела. Все смотрят на твой бизнес и твой дом. Здесь? Да, здесь. Не, они озабочены тачкой. Да? Молодые люди, да. Молодые люди, точно. Но это молодежь, а я говорю о более зрелых людях. Но в России ты можешь ничего не иметь. Но потратишь все деньги на красивую машину. Ты едешь на самой дорогой машине в твоем городе, или что-то близкое к этому. Но при этом у тебя ничего нет. Ни бизнеса, ни дома. Здесь тоже так. Особенно у молодых людей. Иметь дома и крутую машину. Молодые люди много думают об этом. Да, мне нравятся машины. Но я просто не трачу на них бабки. У меня есть дети. Я трачу деньги на своих детей. Это самое большое достижение в твоей жизни. Мне нужно много работать, чтобы они были счастливы. Я желаю тебе оставаться таким же спустя много лет. Если кто-то скажет какие-то вещи про тебя, с которыми я не согласен, я сразу же начну с ним драться. Потому что ты настоящий, простой и скромный парень с сильным характером, с богатым жизненным опытом. Спасибо тебе большое. Респект. Все будут следить за тобой. И у тебя точно будет все больше и больше фанатов. И спасибо, что дал интервью для нашей страны. Это очень важно. Страна сейчас не в простой ситуации. И людям нужны хорошие примеры. Отличные, хорошие примеры. Я думаю, поэтому русские видят во мне того, с кем они могут себя сравнить. Они видят не того кого-то, кто разбрасывается деньгами. Я начал, как ты сказал ранее, с самых низов. У меня не было многих вещей. Когда я рос, у нас даже не было дома. Моя мать иммигрантка. Мой отец иммигрант. Они должны были работать. И я наблюдал за всем этим. И я заметил, что если ты тяжело работаешь, и ты умен, то ты точно получишь результат. Я только и делал, что тяжело работал. И старался стать умнее. Я думаю, не только русские, но и фанаты во всем мире. Потому что большая часть населения — работающие люди. Вы можете увидеть всю мою жизнь на YouTube. От ранних боев до зрелых боев. Все есть на YouTube. И это нравится людям. Я проигрывал и продолжал драться. Мне без разницы. Это жизнь. Ты, например, занимаешься бизнесом. Он закрывается из-за коронавируса. Разве ты остановишься? Нет. Это не конец света. Ты сделаешь шаг снова. И сделаешь уже лучше. Мое послание русским. Не останавливайтесь. Верьте в себя, в Бога. И идите вперед. Ты религиозен? Да. Я сильно верю в Бога. Хорошо. Последний вопрос о Йоэле Ромеро. Некоторые говорят, что ты с ним в близких отношениях. Да. Да, мы хорошие друзья. Потому что вы оба кубинцы. Да. Мы знакомы с друг другом. Ух. Я знаком с Йоэлем лет 8-9. Даже около 10 лет. 10 лет. Он, наверное, дерется уже лет 10. Он давно дерется. Он очень долго боролся. Я сам борец вольного стиля и следил за ним. Он был национальной сборной. Национальной сборной Кубы. Он боролся с Айтиевым, с Ажидом, с Ажидовым и многими другими. Он боролся с Адамом. Да, он боролся с Адамом, с Айтиевым и многими русскими парнями. Йоэль хорош. Ему 42-43 года. И он все еще самый атлетичный боец. У него так много талантов. И он так хорош. Конечно, если на него посмотреть, просто посмотреть, то практически невозможно представить, что он имеет такое тело без допинга. Никогда. Он даже не поднимает веса. Не поднимает? Он делает отжимания, приседания, подтягивания, бегает. Но он не работает железом. Он говорит, что это его сковывает. Я знаю Йоэля долго. Когда говорили, что он употребляет стероиды, я говорил, что нет. Он был чист. Я знаком с Йоэлем. Мы жили вместе в одном лагере, в одном доме. И я никогда не видел, чтобы он занимался чем-то подобным. Почему он не приезжает в Американ Топ Тим? Он приезжал, но сейчас он более возрастной. И должен быть более избирательным, с кем тренироваться. Ему нельзя травмироваться в его 43 года. Он очень осторожен в выборе партнеров для тренировок. Но он всегда в Американ Топ Тим. Его зал Американ Топ Тим. Он открыл зал в Майами, и это Американ Топ Тим. А где это? Недалеко. Если хочешь, можем как-нибудь туда заскочить. Да, давай как-нибудь. После того, как ты победишь, мы обязательно съездим. Хочешь поехать с поясом? Ну, а если ты хочешь сделать интервью с Йоэлем сейчас, можно и сейчас. Скажи мне, когда ты хочешь записать интервью с Йоэлем? В любое время? Можно в любое время. Просто позвони мне. Он сюда не приедет. Тебе нужно поехать к нему, и вы точно сделаете крутое интервью. Он любит Россию. Йоэль обожает Россию. Он был там много раз. И он обожает эту страну. Ты начинал с борьбы, да? Ты боролся за школу. Я боролся за школу, но в Америке у тебя должны быть оценки. Учителя должны ставить тебе хорошие отметки, и тогда ты можешь бороться за школу. У меня не было хороших отметок. Я не мог соревноваться. У меня был недостаточный, мы называем это GPA, это средний балл. И у тебя должен быть определенный уровень, чтобы соревноваться. У меня его не было. Я тренировался в команде, и сразу после начал выступать. Ну а как же быть, если твои оценки недостаточно хороши, но ты хочешь бороться? Ты хочешь быть... Не, не в школе. Ты должен делать это в другом месте. Не можешь бороться в колледже. Это трудно, там очень тяжело бороться. Я прочитал, что ты не окончил школу. Нет, я не закончил школу. Когда мне было 16, я забросил. Нам нужно было больше денег. Я просто сказал, зачем мне школа, и я там не вырасту. Но школа, это очень важно. Когда я закончу с боями, я вернусь к образованию. Но когда я был молод, моей маме нужны были деньги, и мне нужны были деньги. Единственный способ, которым я могу их получить, этот. Зачем мне находиться в школе? Я должен быть в зале, чтобы зарабатывать деньги. Я начал драться, зарабатывать деньги для себя и мамы. Когда я забросил школу, я тренировался в зале 6 часов в день. С понедельника по пятницу. Немного в субботу. Каждый день. Зал, зал, зал и зал. Это делает твою историю более впечатляющей. Ты не окончил школу. Ты поставил все на спорт. Да, все. И ты рассчитывал только на спорт и решил идти до конца. Каждый вокруг меня говорил разные вещи. Кто-то говорил, да, у тебя получится. Кто-то говорил, глупая затея. Сделай так или так. Иди найди себе работу. Я сказал, ты должен делать то, что делает тебя счастливее. Может, многие, как ты сказал мне про коммунизм, мои братья и сестры в России не могут выбирать. Я сделаю так или сделаю так. А здесь мне повезло, что я мог выбрать. Знаю, что я хочу делать. И просто делать это. Это то, что каждый, каждый в этом мире должен иметь мнение, чем он хочет заниматься, чтобы быть счастливым. У тебя все еще есть какие-то связи или какие-то родственники на Кубе? Да, много. Ты поддерживаешь с ними связь? Да. Много родственников на Кубе. И ты с ними говоришь на испанском? Что это значит? Конечно. А, конечно. Я не разговаривал на английском до 11 лет. Я рос в Майами, и там сейчас больше английского. Но когда я рос, был только испанский. Все говорили на испанском. Я не говорил по-английски до тех пор, пока мне не исполнилось 12. Знаешь, что произошло со мной? До школы, до 7 лет я не мог говорить по-русски совсем. Я вообще ничего не понимал. Сейчас я могу говорить только по-русски. А на каком ты говорил? На украинском. О, украинцы говорят по-русски? Правильно. Знаешь, в чем разница? Украинец может понимать русского, но тот, кто говорит только по-русски, не понимает по-украински. Это очень интересно. Просто представь. Украинцы говорят на родном языке и могут понимать русский язык. А русские говорят на своем родном языке, но не могут понимать украинский. Очень интересно, как такое может быть? Это сумасшествие, мужик. Пока я не пошел в школу, я вообще не мог говорить по-русски. Когда я пришел, я не понимал ни одного слова. Но сейчас я совсем забыл украинский. Могу говорить только по-русски. Мне нравится твой русский. Очень холодный язык. Но ты знаешь, если сравнивать между американским, между английским и русским, у нас немного больше слов для описания каждой ситуации. Мы можем точно описывать утонченные вещи. У нас тоже намного больше слов. Такая же штука. Лучше получается описывать ситуации на испанском, чем на английском. Да, и, например, одно слово может иметь разные значения. Много значений. Например, пять или шесть. Здесь мы обычно используем глагол to have. Для каждого отдельного случая у нас есть отдельное слово. Если взять, например, глагол to have, то у нас вместо него было бы девять-десять разных слов. И каждое слово привносит немного другой смысл. Если кто-то, например, скажет мне, «Я хочу начать изучать русский язык», я попробую ему ответить. Даже не начинай. Кто твой спарринг-партнер сейчас? Сейчас мы пригласили несколько хороших борцов из одного из лучших университетов на данный момент в колледжской борьбе. Есть вольная борьба греко-римская и колледжская, которая в университетах. Лучший университет в этом деле в Пенсильвании. Мы привлекли несколько парней оттуда, которые были чемпионами страны. Один был четыре раза All-American, три раза чемпионом страны. Этот парень великолепен, мы с ним много работаем. Это прикольно, мужик. У нас много хороших парней. Есть несколько моих друзей, с которыми я отрабатываю ударную технику. Но в основном борюсь с ребятами из Пенсильвании. А как насчет Дастина Парье? Дастин Парье? Дастин один из моих хороших друзей. Он готовится к бою. Я ему помогаю. Он помогает мне. Здорово. Дастин всегда тренируется? Всегда. Мы тренировались сегодня. Чуть-чуть поборолись вместе. Отлично. У него отличное поведение. Когда он дрался с Хабибом, Хабиб не сказал, впервые не сказал ни одного плохого слова о нем. Только хорошее. Дастин Парье отличный парень. Он хочет драться, хочет ломать лица. Но он один из самых уважительных парней. Это спорт в конце концов. Спасибо большое за отлично проведенное время. Всегда буду наслаждаться и помнить, как мы с тобой пообщались. Даже когда будем жать в руки в Американ Топ Тим. Позвони мне в любое время или отправь сообщение. Я приду в любое время. И даже не спрошу, чем мы будем заниматься, куда пойдем и когда вернемся обратно. Если твой друг позвонит тебе сейчас, не может быть никаких вопросов. Просто идти. Если ты настоящий мужчина, иди. Моя жена, наоборот, не поймет меня, если я не пойду. Так и должно быть. Ты прав. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.